Также предлагаем увеличить расходы за счет сложившихся остатков средств бюджета по составу на 1 января текущего года в сумме 7,074,3 тысячи рублей и за счет уменьшения расходов по софинансированию в размере 4,540 тысяч рублей. Из них мероприятия распределились у нас следующим образом. На исполнение постановления арбитражного суда Красноярского края о признании недействительной сделки и прекращение право хозяйственного ведения помог достоинства 4,646 тысяч рублей. На приобретение живого помещения семье с учетом права на дополнительную площадь для ребенка-инвалида дополнительно 270 тысяч рублей. В прошлом году мы на комиссии, не помню какой, рассматривали вопрос как раз о настоящем будущем, мог бы достоинства, да, ход его производства конкурсного, интересовались, как оно будет, как там перспективы, какие деньги и так далее. Сейчас мы увидим, что есть судебное решение в пользу конкурсного управляющего в заседании 4,5 миллионов, да, в части одного имущества. Вообще, как вот судьба услышит профильная комиссия? Что там ожидает? Какие еще сюрпризы в части вот трат бюджетов непредвиденных расходов, потому что 4,6 миллионов? Мы надеемся, что излишних трат у нас бюджетных не будет. В данной части по направлению 13, если не ошибаюсь, Николай Андреевич, 13 января было не всегда окончательно определение. Решением первой инстанции арбитрального суда из конкурсного управляющего был удовлетворен в полном объеме о замене, значит, предоставлении нежилого помещения в гостинице по улице Арбузова на денежную компенсацию в размере 4,5 миллиона рублей. Мы это спорили в апелляции. Апелляция отменила решение арбитрального суда первой инстанции, значит, в этой ситуации. Они конкурсный пошел в порядке надзора по СССР, тот позицию, значит, апелляционной инстанции изменил, решение отменил, и на новое рассмотрение суд апелляционной инстанции уже удовлетворил полностью его. Это компенсация, там есть гостиница? Да, совершенно верно. Предлагали передачу гостиницы, этот вариант пока конкурсный исключает.